В санатории в некурортных условиях. Инвалидов-переселенцев вынудили покинуть базу отдыха. Более 50 человек приехали из Одессы в Славянск. Два года люди с ограниченными возможностями жили на курорте Куяльник, но теперь там отключили все блага цивилизации. Как встретили переселенцев на родной земле и какие условия их ожидают здесь, выяснял Алексей Куделя. Среди пассажиров одесского поезда переселенцы, которых выгнали из курорта Куяльник. Его руководители не остановило даже то, что все эти люди инвалиды. Инвалидам-колясочникам отключили лифты, людям отрезали воду и свет. Юлия Мальцева с парализованным мужем за такие условия платила 2000 гривен в месяц. Женщина возмущена поведением владельца санатория и бездействием одесских властей. Нам отключили свет, воду, ну все, нас не кормили последние, с 20 числа нас даже не кормили. Мы колясочники не могли кушать себе готовить, ну еще в комнатах был свет, закипятил чайник, запарил, вот так я выживал. Ни горячей пищи, ничего не было. О проблемах переселенцев в Донецкую область сообщила Елена. По ее словам, одесские чиновники делали все возможное, чтобы выселить инвалидов. Им очень хочется загнать нам куда-то, нас куда-то подальше, в какую-то глухомань, понимаете, чтобы люди там просто находились и доживали свои последние дни. Люди не хотят, они упираются и они не хотят никуда уезжать. Они не хотят уезжать в село Борщи, отдаленная вообще страна, село, в котором овраги, вот знаете, наполовину меня. В Донецком областном обществе инвалидов тоже возмущены поведением чиновников и дирекцией курорта. Это не то, что не по-человечески, но это даже, я не знаю, как люди собаку не выгоняют. А это людей выгнать осенью, в зиму, совершенно оставить без места проживания. Но слава Богу, что наше руководство области откликнулось. Ну а так, вот куда, они незрячие, они не слышащие, они на колясках. В Донецкой области переселенцев ждали 15 октября, но люди не выдержали одесских условий и приехали раньше. Там залишаются те люди, которые не имеют физической возможности сюда приехать. Почему? Потому что им нужно щодня, не щодня, щодня даруйте, делать переливание крови. И в Святогирске у нас нет в Святогирске лекарни и таких методик, чтобы обеспечить им это переливание. А как же они там будут жить, если там умовы такие? Я, на жаль, еще не знаю, я буду з'ясовывать. 50 человек, которые приехали сегодня, разместили на базе отдыха Святые Горы. Условия здесь не намного лучше одесских. Горячей воды нет, лифты не работают, а пандусы и туалеты для колясочников вообще не предусмотрены. Кормить переселенцев здесь тоже нечем, а установить электрические блиты в номерах не позволяет проводка. Систему отопления обещают восстановить, но угля нет. В течение двух недель мы это все восстановим. Основная будет, конечно, задача – это уголь. Угля надо, чтобы давать горячую воду и отопление. Во-первых, будет зависеть от температуры наружной. Ну, вообще-то, 100 тонн в месяц. В течение 10 дней власти обещают отремонтировать соседний корпус, обустроить его пандусами и всем необходимым для инвалидов-колясочников, а также в кратчайшие сроки помочь переоформить социальные выплаты. Но все эти деньги, вероятнее всего, людям придется отдавать за проживание и коммуналку. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.